В этом выпуске мы узнаем про необычного бразильского фигуриста. Этот симпатичный веселый парень, который от болельщиков и журналистов получил печальное, но очень редкое звание – самого худшего фигуриста в мире. Этот спортсмен стал увлекаться фигурным катанием, когда ему было 20 лет. В этом виде спорта многие в таком возрасте уже заканчивают спортивную карьеру, но этот бразилец – случай особый. У себя на родине он работал на катке в торговом центре, и его так увлекла вся эта ледовая тема, что он твердо решил стать фигуристом и поехать на универсиаду. Тренироваться ему приходилось на том же катке, где он и работал. Условия для тренировок у него были не самые лучшие. Но в этом нет ничего удивительного. Это в футбол в Бразилии можно играть где угодно, а вот про фигурное катание там почти ничего не знают, и с катками, конечно, дефицит. Вспоминая свою первую тренировку, Лаэрт и говорил, что ему было так грустно, что он уже подумал, что никогда не вернется на лед. Но он не стал отчаиваться и взял себя в руки. Всего за полтора года он овладел всеми основами фигурного катания. Бразилец освоил прыжки и вращения и даже смог пройти национальный отбор. После этого дорога на универсиаду была ему открыта. Но появилась проблема в виде отсутствия финансов. Государство не хотело ему давать деньги на такую сомнительную затею. Но, к счастью, для Лаэрте в Бразилии нашлось достаточно фанатов, которые помогли ему собрать деньги на универсиаду в Красноярск. Этот перелет оказался для фигуриста непростым. Путь был очень долгим. Ему пришлось сменить несколько часовых поясов. Так еще и погода в Сибири была, мягко говоря, непривычной для бразильца. Но Лаэрте был настроен серьезно. Он шел к своей цели и не замечал препятствий. И благодаря этому настрою бразильского спортсмена, зрители увидели одно из самых запоминающихся выступлений в истории фигурного катания. Конечно, с точки зрения техники, это выступление бразильца было очень слабым, чем у его более именитых соперников. Он показал вращение, но получил за них отрицательные очки. Прыжки тоже не заладились. Лаэрте попытался изобразить динарный Сальхов и Риттбергер, а также сделал Аксель в полтора оборота. Но в зачет они так и не пошли. В итоге за короткую программу бразилец набрал лишь 12,41 балла, тогда как у всех остальных было далеко за 90. А в произвольную программу Лаэрте отобраться не смог. Но после всего этого он особо не грустил. Низкие оценки и последнее место его не очень волновали. Ведь у него сбылась мечта. Он катался на одном льду с титулованными спортсменами, а публика ему рукоплескала.